Корригирующая гимнастика, дыхательные упражнения и йога. Около 20 различных спортивных секций действуют в культурно-досуговом центре забота. На уроки гимнастики побывала и наша съемочная группа. Вот пошла, пошла, хорошо пошла, и вперед, и обратно. Вот так, молодец, еще вперед, молодец, еще разок. Лидия Сергеевна и возраст нипочем, свои 75 эти упражнения с легкостью выполняет. В кружок корригирующей гимнастики в центре забота Волокжанка пришла год назад. Результат уже есть. Реже стала ходить к врачу, а суставы перестали беспокоить. Я очень рада, здоровая стала. Если я не схожу на гимнастику, я уже больна. Все упражнения направлены на оздоровление организма. Тренировка мышц, растягивание. Для лучшего эффекта используют специальный инвентарь. Вот эта резинка для увеличения нагрузки. А мешочки с горохом, дополнительная опора, она помогает при лечении остеохондроза. Комплекс упражнений направлен на профилактику остеохондроза, грудного отдела, шейного отдела, поясничного отдела. Особое внимание уделяется тазобедренным суставам, потому что это наша главная задача. Ноги – это все. Ходим? Хорошо? Правда, девочки? Да! В заботе, корригирующей гимнастикой, занимаются две группы. В каждой более 50 человек. И число посетителей постоянно растет. Как и в других спортивных кружках центра. Всего их около 20. Это и здоровительный цигун, и йога, и скандинавская ходьба. Сегодня все, без исключения активные пенсионеры центра забота, посещают спортивные занятия. Сам центр и наша цель основная в рамках проекта «Вологда. Город долгожителей» на то, чтобы наши посетители, посетители активного возраста и почетного возраста, вели здоровый образ жизни. И ветераны центра забота сегодня пример для подражания. В первую очередь для молодого поколения. 8 августа, в день физкультурника, они также примут участие в общегородской зарядке. Начать день с легкой тренировки смогут все желающие, от мала до велика. Зарядка пройдет на площади Революции в 9 утра.